Книга «Открытым оком. Тема объединения. Том 17. Вопрос 3162». Когда меня спрашивали о том, что же решил собор, то я, имея все данные из интернета, смело отвечал, что соединение уже произошло, к тому меня подводило и содержание акта. Но оказалось, что никакого объединения и нет. Для чего же тогда и собор этот был? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Проба сил и надежда на Бога. Мы начали молиться за несколько лет до этого собора и усилили молитвы во время их докладов и дебатов. И приняли все это как указание свыше соединения преждевременно и весьма даже преждевременно. «Это было бы губительно для всех. Дана передышка. Думаю, что мало кто так широкомасштабно воспользовался этой свободой и затишьем, как мы». Вот что ныне пишут, цитата, «Глава Московской комиссии, которая всеми силами торопила процесс воссоединения, а вместе с ним и многие российские средства массовой информации, ошиблись. В действительности зарубежная церковь не уступила своих позиций и однозначно назвала условия, при которых может быть восстановлено каноническое общение с церковью в Отечестве». Это произошло под давлением того большинства соборян, которые сочли начальный процесс преждевременным, с проводящимися с неподобающей делу торопливостью, явно заданной москвичами. Непосредственно перед началом 4-го собора активисты общества митрополита Антония собрали 1200 подписей мирян и 68 священников под петицией послания к 4-му собору РПЦЗ с призывом не торопиться в принятии решения, которое ставит под угрозу существование РПЦЗ. Эта петиция, переданная на соборе 1-го иерарху РПЦЗ митрополиту Лавру, оказалась самой внушительной по числу подписей за всю историю РПЦЗ и произвела большое впечатление на соборян всех рангов. В начале года общество митрополита Антония провело опрос более чем трех сотен священнослужителей РПЦЗ, задав им тот же вопрос о своевременности объединения. Всего 10 поддержали эту идею, 106 решительно заявили, что не будут участвовать в сослужении и поминать московского патриарха. Остальные деликатно промолчали. Нью-Йоркский священник, отец Виктор Добров, тоже присутствовавший на соборе, на мой вопрос о том, что дало основание российской прессе писать о процессе воссоединения, как о завершенном или стоящем на пороге завершения, ответил. У меня было ощущение того, что в Москве просто не успели вовремя остановить запущенный маховик. Процесс объединения был запущен не нашими церковными деятелями, а президентом Путиным. И в московской патриархии, и в зарубежной церкви жива мечта о воссоединении. Но в отличие от церковных деятелей, Владимир Владимирович попытался решить этот вопрос как государственный муж. После чего российские газеты и церковь, тесно связанная с государственным аппаратом, принялись за выполнение государственного заказа в поставленные сроки. Но церковные вопросы не решаются политическими методами. Конец цитаты. Правомерен вопрос. Зачем Путину воссоединять РПЦ-МП с РПЦЗ? Ответ дал президент Российского фонда политика Вячеслав Никонов в беседе с корреспондентом агентства Интерфакс. Цитата. Воссоединение церкви, в сколках троеточия, будет способствовать усилению международных позиций России. Конец цитаты. Можно предположить, что если раньше Москва влияла на политику Запада через своих агентов-коммунистов, то сейчас она делает ставку на паству РПЦЗ. Уже после того, как российская пресса дала отходную и начала выяснять, что же произошло в Сан-Франциско, епископ Манхэттенский Гавриил еще раз повторил два незыблемых условия для начала процесса воссоединения. Осуждение декларации митрополита Сергия и выход из Всемирного Совета Церквей. Но этого мы пока не видим. Если бы это было сделано, наши люди не только успокоились бы, но и сказали, что теперь мы можем поверить РПЦМП. А пока этого нет, доверия тоже нет. Мы опасаемся, что если мы объединимся административно, то они на следующий же день начнут попытки отобрать наши храмы, которые мы охраняли. Храмы дореволюционного царского времени, находящиеся в Европе, Аргентине и в других местах. Так что вопрос об административном объединении исключен. По словам протоиерея Владимира Шленева, на Третьем Соборе практиковалось тайное голосование с помощью запечатанных конвертов. В то время как на Четвертом Соборе имело место лишь открытое голосование. При этом на Последнем Соборе имело место и фальсификация голосов. Количество проголосовавших «за» устанавливалось механическим вычитанием из общего числа делегатов, проголосовавших против и воздержавшихся. В то время как многие делегаты, в том числе и отец Владимир, вообще не участвовали в голосовании по ряду вопросов и таким образом их голоса нельзя считать поданными «за». После выступления отца Владимира против присоединения к РПЦ МП, большинство архиереев стало отказывать ему в благословении. Делегаты Собора постоянно выражали удивление тем, как освещается ход его работы в российской прессе. Ряд интернет-изданий сообщили об утверждении резолюции о присоединении к РПЦ МП накануне начала ее обсуждения. Благодаря грубому искажению информации в Соборе в российских СМИ, большинство православных в России уверено, что «объединение Церкви» состоялось. Пророк Даниил 11.6 Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Если будет незаконное объединение, губительное для души, выйти из патриархии никогда не поздно. Бытие 15.14 Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Откровение 18.4 И услышал я иной голос с неба, говорящий. Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Объединиться ли Израиль с Иудеей, предав анафеме надменье Раваама? Упущенное надвое поделят, отслужат в Соломоновом вновь храме. Сойдутся отчаяния от двух тысячелетий, обиды прошлого на умы не придут. Кто нам напомнит Иисуса с плетью, порядок наварящий Иисут? Галдят епископы и лезут в интернет, жужжат залипшие в масонские тенета. Еще придется малость потерпеть, пока их совесть падшая проснется. К объединению зовут, не дозовутся, на живодерню с эгоистичным духом. Нужны советники, апостолы Иисуса, а ныне из Писания ни звука. В патриархии мертво благовестие, живое слово в алтари не вхоже. С кадилом дымным замерли на месте, покой царит на запрестольном ложе. И за границей чуть не сотню лет на ностальгии жарят и смакуют, канонизирует монашеский скелет. Вот-вот в святые влезет и распутен, а Библию в советники не взяли. Миссионерства даже не коснулись, терпели эмиграцию, не зря ли, переливали колокол на пули. Святую Русь лелеяли в мечтах, а Русь святая, выдумка тщеславных. Им шар земной неровня, не чета, у них и царь был суперправославный. Деяния апостолов, устав, и перед ним все смертно виноваты. Жить во Христе с Христом и ждать Христа придет и нами не окажется распятым. 9 июня 2006 год. Игнатий Лапкин.